Воскресенье 17.00 До важного матча с Минским Динамо ровно час. Есть время осмотреться. Первым делом пробуем местный шашлык. Он, как всегда, великолепен. Это подтверждают и приезжие гости. В городе я второй раз. Мне очень нравится такой, знаете, такой домашний стадион, хорошее место фудкорт, такой европейский подход. Можно развлечься, расслабиться перед футболом, выпить пиво или кто-то что-то еще и пойди на футбол. Поэтому очень замечательный стадион. А вот и автограф сессии. Травмированный форвард Боян Дубай не отказывает никому. Искренне улыбается, но про свое здоровье на камеру говорить отказывается. В прошлом году наш корреспондент Влад Татур снял про сербского легионера большой сюжет. Пользуясь случаем, Боян передает ему привет и свое пожелание. Влад Татур, привет. Бери ты меня скоро в фэнтези. Городея городок небольшой, однако очередь за билетами выстраивается внушительная. На случай Эншлага можно предусмотреть запасной вариант, но, кажется, там уже занято. За свою непродолжительную историю высшей лиги Городея всегда стартовала из рук вон плохо, но в третьем домашнем матче неизменно побеждала со счетом 2-0. Посему и ожидания местных болельщиков были соответствующие. Команда городей, она, ну, непредсказуемая. Вот игра такая вроде бы и нормальная, хорошая, но как-то им не везет на добивание. Нет нападающих хороших. Будем надеяться вот на этот марш, чтобы ничью хотя бы. Услышав стартовые составы, городейцы вздохнули с облегчением. Их некогда любимец Антон Сорока неожиданно был отправлен в запас. На острие появился Александр Макась. Удачно сыграл вот эти два матча. И по тренировкам я видел, что Макась выглядит лучше, поэтому как бы он остался в запасе. Дальние удары белосиних особой угрозы не несли, но выручил Артем Соловей. Его прорыв к воротам оказался безупречен. 14-й номер мяча пока единственный из новичков, кто классно влился в новый коллектив. Тяжело было, конечно, сегодня. Тренируемся на искусственном. И я играл на земле, плюс поле, сами понимаете, для такой пары года еще. Не очень ровное, но я считаю, заслуженно победили. Хорошо, что забили первый гол. То есть там, так, где-то чуть повезло, где-то и наигрывали. Ну, знаете, вот как с Ислачу сыграли 0-0, не получилось забить. Там, я думаю, если бы забили, тоже могли победить. Ну, здесь все сложилось удачно, поэтому всех с победой, кто болеет за «Динамо», продолжаем бороться, догонять Батте. Шесть лет назад Артем уже играл под руководством Гуренко за «Торпедо Белас» и выступал там весьма успешно. Посему на предложение «Динамо» откликнулся сразу. Многие требования его знаю и понимаю. Плюс он доверяет мне, я надеюсь. И я хочу оправдывать его доверие, потому что без тренерского доверия очень тяжело футболистам. Во втором тайме вышедший на замену Владимир Хвощинский удвоил преимущество гостей. 0-2 – достаточно уверенная победа «Динамо» в месте, где очки абсолютно всем приезжим командам постоянно даются с огромным трудом. Хорошо, что мы забили два мяча и в конечном итоге выиграли, но игра непростая была. Городея пока единственная команда чемпионата, кому на старте дистанции не удалось сражиться хотя бы одним баллом. Трудная игра, бились, старались. Опять же, не получилось просто элементарно забить гол. Надо признать, что, наверное, больше не давали играть «Динамо», чем смогли что-то организовать сами. Поэтому ситуация сложная. Ситуация, скажем, я вижу, как из этой ситуации выходить. Надо терпеть, надо, скажем, заждались мы уже восстановления Дубаича. Плюс надеюсь, что какая-то микротравма там несерьезная у Лебедева. Поэтому паники нет. Будем работать, будем терпеть. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok